Пенсионный фонд в буквальном смысле умещается в кармане. Приложение разработано для двух самых популярных мобильных платформ. Вход – пароль с сайта государственных услуг. Это позволяет контролировать состояние собственного пенсионного счета. По умолчанию его пополняет работодатель пропорционально выплаченной зарплате. Если молодой человек или девушка начинает свою трудовую деятельность, то мы им говорим, что у вас должны попросить СНИЛС. Вот вы пришли, вам бухгалтер должен сказать, предоставьте паспорт, и номер страхового свидетельства. Если такой номер у вас не попросили, и вам его работодатель не изготовил, а в случае отсутствия именно он его изготавливает, то уже наводит на мысль, а каким образом сдается отчетность в пенсионный фонд. Без этого номера такую отчетность сдать нельзя. Второй момент. Отчетность могут сдавать, но зарплату показывать не все. Поэтому нужно смотреть, вся ли зарплата отражена или нет. Нужно заранее ознакомиться со своим лицевым счетом, контролировать его. А если вами будет принято решение не в пользу вашего лицевого счета, так это назовем, это будет ваше решение. И ответственность полностью лежит на вас. Будущая пенсия напрямую зависит от того, сколько денег поступило на счет. От этого зависит число баллов. Сегодня без специальных условий льгот право на пенсию появляется после 8 лет работы при наличии 11,4 балла. Фактически идет переходный период. Окончательно новая формула вытеснит старую к 2025 году. К тому моменту и уже окончательно необходимо будет нарабатывать минимум 30 баллов за 15 лет общего стажа. В случае, если необходимого показателя вы не имеете, значит вы на пенсию выйдете либо тогда, когда доберете стаж и баллы, либо на 5 лет позже срока установлено для выхода на пенсию. Это сайт администрации города. Специальная страница пенсионного фонда. На ней есть ссылка на полную информацию о пенсионной формуле, актуальной стоимости балла и фиксированной части. Эти суммы подлежат индексации наравне с текущими пенсиями. Зная свои баллы, вы умножаете количество баллов на стоимость одного балла. Сегодня один балл стоит 78 рублей 58 копеек. И прибавляете фиксированную часть. Сегодня это 4805 рублей. Таким образом вы можете рассчитать пенсию, которую вы уже заработали на сегодняшний день. Если бы я, скажем, принял решение прекратить свою трудовую деятельность и просто бы доживал до пенсионного возраста, то я бы получал именно вот эту пенсию в сегодняшних целях. В личном кабинете или мобильном приложении можно прикинуть будущую пенсию на специальном калькуляторе. К известной информации нужно будет прибавить собственный прогноз, планируемый стаж и ожидаемую зарплату. Это стенд с информацией о мобильном приложении в управлении пенсионного фонда. Здесь же специалисты помогут создать личный кабинет на портале государственных услуг. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, когда будет уже поздно что-либо исправить.